И вот это поплыло, вот они даже разводы, вот они, вот сюда-сюда. Весна у Ольги Авдошиной начинается с регулярной расстановки по комнатам тазиков. Всё это женщина делает для того, чтобы спастись от потопа. Крыша её дома давно прохудилась, но сделать с этим она ничего не может. По словам женщины, в этом году снега было много, но его ни разу не счищали с крыш. Со своей проблемой Ольга не раз обращалась за помощью в различные инстанции города, а также писала письма на имя президента. Вообще, эта квартира с 2008 года, то есть идёт, я неоднократно обращалась во все инстанции, было очень много у меня заявлений, все заявления были подписаны о том, что денежные средства мне выделялись на мою кровлю, то, что будет кровля выполнена в полном объёме, но в результате, как начинается сезон, у меня папа ловила. Жить в своей квартире у Ольги уже нет сил, условий не позволяют. Нужно срочно делать ремонт. Но и уехать и оставить в таком состоянии жильё женщина тоже не может. Для того, чтобы находиться дома, она приобрела сушитель воздуха. А некоторым членам семьи и вовсе пришлось уехать и снять квартиру. У нас рушатся стены, со стороны улицы тоже вот эти стены все рушатся. И такое ощущение от влаги, просто дом может в любой момент рухнуть, потому что он на грани. А кровля вся худая, на чём держится кровля, там палки, они уже гнилые. То есть, кровля по сроку 25-30 лет, но дом с 1962 года. Ничего не меняли. Видео Ольги Авдошиной разлетелось в соцсетях по всей области. Его заметили и журналисты Нижнего Новгорода. В свою очередь, корреспонденты пообещали помочь женщине. И уже сегодня привлекают все инстанции. Сейчас, по словам Ольги, пропуск в город оформляют представители регионального следственного комитета. Редакции нашего канала не осталось равнодушной к проблеме Ольги Авдошиной. Мы отправили запрос в центр ЖКХ с вопросом, когда решат вопрос с кровлей на академиках «Аритона-6». Что ответят специалисты и будет ли дом приведён в порядок, расскажем в ближайших выпусках новостей. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.